Всем привет, друзья! Доброго времени всем! Привезли в светофор кисломолочку. Первый раз увидела у нас в светофоре кисломолочку. И сразу взяла вот такой вот бифидум. 2,5% жирности. Орловская полесья. Но я думаю, что здесь не литр. Да, здесь 930 грамм. 930 грамм. И стоит эта баночка 55 рублей 20 копеек. Продукт кисломолочный, обогащенный бифидокультурами. Одна штука 55 рублей 20 копеек. Взяла я сразу с холодильника. Называется бифидум. Ну, я думаю, что он будет сладкий, не сладкий. Сейчас попробуем с вами. Значит, интересует нас состав. Состав. Молоко цельное. Молоко обезжиренное. Закваска кефирная. И бифидобактерии. Бифидобактериум. Бифидум. Бактерия. Так, самое главное, здесь должно быть срок годности. Потому что бифидобактерии тоже хранятся не больше 10 дней. А лучше 7 дней. Или даже 5. Поэтому здесь вот у нас крышка указана. Сделан он 7.03. 7 марта сделан. И годен до 6 апреля 2021 года. До 6 апреля. Это получается месяц. Не может такого быть. Значит, изготовитель Омелкет. Юридический адрес. Адрес производства город Орел. Продукт кисломолочный, кефирный, обогащенный бифидокультурами с массовой долей жира в 2,5. Но я не знаю, друзья мои, насколько я понимаю, что кисломолочка должна храниться дней, наверное, 10. А здесь вот, посмотрите, дату. Если я ошибаюсь, исправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Я могу ошибаться. Ну, а теперь давайте его попробуем. Сейчас я его налью. И попробуем. Вообще он сладкий, соленый, кислый. Как он на вкус. Можно его пить и ходить за ним. Но я смотрю, там осталось несколько баночек. То есть его люди разбирают. Так. Взяла кружку. Смотрим, какой он. Очень густой. Посмотрите, как он наливается. Очень густой. Даже вот прям похож на кефир. Видите? Ну что, пробуем на вкус. Смотрите, как он смотрится. Как обычный кефир. Ну что, друзья мои. На вкус он не сладкий. То есть он на вкус, как обычный кефир. Хотя здесь... Да, здесь не написано, что и сахар добавлен. Да. Он не сладкий. Очень густой. Но, знаете, подойдет готовить на нем блинчики. Булочки кефирные. Он не сильно кислый. То есть если кефир с кислинкой, то этот нет. Он не с кислинкой. И вот на кружечке, видите, немножко по бокам остаются такие крупинки. Такие, не знаю, камера вот не передает. Но вот есть крупинки такие беленькие. Как будто вот творожок мелкий. Что-то типа такого. Ну, 55 рублей, конечно, не бюджетный вариант. У нас кефир стоит 54 рубля в магазине, в супермаркете, в обычном. Но он кислит, этот кефир. А этот не кислит. Ну, будем пробовать. И тем более он не жирный. 2,5% жирности. Вот. Будем пробовать. Но я больше его буду использовать для блинчиков, для каких-то там начинок кефирных и так далее. Для приготовления. И также меня смущает его вот эта вот дата. То, что оно так долго может храниться. В течение месяца. Я думаю, что это ненормально. Как думаете вы, друзья, нормально это или нет? Хранить почти месяц. Кефир. Пишите в комментариях, друзья. Я буду очень рада, если вы поставите лайк этому видео. А вам я желаю добра и всего-всего хорошего.